Здравствуйте дорогие друзья! Приветствия и почтения! Очень интересную тему предлагаю вашему вниманию. Переход в 5 измерение энергетическое взаимодействие человека и природных стихий. Отец Абсолют читает Лора. Здравствуйте дорогие мои любимые дети! Сегодня мы поговорим с вами об энергетическом взаимодействии человека и природных стихий. Мне хочется раскрыть вам тончайшие механизмы такого взаимодействия, что поможет вам регулировать ваши взаимоотношения таким образом, чтобы они носили сбалансированный характер без перебоев в ту или иную сторону. И вот что я имею в виду. Человек, живущий в трехмерном мире, видит лишь часть картинки, происходящих на Земле. Чаще всего только то, что происходит вокруг него и касается его лично. Мало кому дано постичь всю многомерность природных процессов и их взаимозависимость. Природные стихии тоже живут по законам мироздания, но в отличие от человека, они сгармонизированы с самой природой, поскольку являются ее неотъемлемой частью. Их разбалансировка приходит только тогда, когда в их энергетическое пространство вторгаются энергии низких вибраций. А если они сопровождаются еще и физическими проявлениями самого негативного характера, то природная стихия заболевает. Точно так же, как и человек, который разрушает себя негативными эмоциями, влекущими за собой физические недуги. Но если энергетическое пространство человека ограничено рамками его тонких тел, то энергетическое пространство природных стихий распространяется на всю вашу планету. Земля, воздух, вода, огонь, любовь не имеют границ. Они охватывают своими энергетическими полями всю Землю и каждого ее обитателя. Они неразрывно связаны друг с другом и с каждым живым существом, обитающим на вашей планете. И если природные стихии могут прекрасно существовать сами по себе, то земные обитатели полностью зависят от каждой из них. Это касается всех растений, животных и людей. Ни одна травинка не может вырасти без земли, воды, воздуха и солнца. Так же, как и человек живет только за счет них. И над всем этим царит стихия любви, которая придает главный смысл существования всем живым существам на Земле. Все пять природных стихий уже живут в единстве друг с другом, а значит в однополярном мире. А теперь представьте себе, как больно ранит их неразумное и варварское вторжение человека в этот прекрасный, гармоничный, божественный мир. И в следующих посланиях я расскажу вам подробнее о вашем энергетическом взаимодействии с каждой из природных стихий и о том, как вы можете жить в гармонии с ними. Любящий вас безмерно, Отец-Абсолют говорил с вами. Вы прослушали тему «Энергетическое взаимодействие человека и природных стихий». «Энергетическое взаимодействие человека и природных стихий»